МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА 2002 год. На сцене Центра искусств для дарённых детей Севера вечер балета. Впервые студенты колледжа-интерната танцуют рядом со звёздами мирового уровня, солистами Челябинского театра оперы и балета имени Глинки. Директор Центра искусств Владимир Николаевский пригласил для работы над совместным проектом художественного руководителя Челябинской труппы Александра Монтагирова. Народный артист России даже не подозревал, как это предложение изменит его жизнь. Мы продумали проект, мы поставили балет «Жизель». Это было что-то фантастическое. Я вспоминаю, как работал тогда вот все-все, начиная от преподавателей отделения хореографии, как мы делали декорации, заказывали. Вы знаете, для меня это был такой шок. Не было могилы «Жизели». И за ночь сделали там какой-то люк, прорубили. То есть «Жизель» выходила из... То есть мы делали настоящий театр. Это был такой интересный проект. И как-то вот все получилось, все так срослось. И вот тогда последовало приглашение. И сказали, что возможно, поставим балет «Щелкунчик». Это предположение вылилось в еще один масштабный проект. Всего за два месяца Александр Монтагиров поставил на Егорской земле балет «Щелкунчик». Премьера состоялась в Ханты-Мансиске, на губернаторской елке. Это была такая сказка. Костюмы шились мастерами Большого театра в фирме «Гришко» в Москве. Ой, что вы, мы такой гардероб приобрели. Мы... Самое главное, что результат всего этого проекта, что солисты Большого театра Марьяна Рышкина и Дмитрий Гуданов приехали к нам на премьеру спектакля. Это было так здорово. Такой подарок был городу. Это же очень важно. Город, который не имеет музыкального театра, он не имел симфонического оркестра. И, конечно, гастроли, конечно, больших театров. Это всегда такое большое событие. А тут свой театр под боком, понимаете. И, конечно, это было какое-то такое вот желание чего-то, вы знаете, новое, открывать что-то новое. И мы приняли это приглашение и с удовольствием приехали. И, конечно, потом, когда последовали дальнейшие действия, это открытие филиала Московского государственного университета культуры и искусств МГУКИ. И, в общем-то, тогда начались вот эти интересные, очень интересные страницы в моей творческой жизни. Возглавляя кафедру хореографии, Александр Мунтагиров ввел в образовательный процесс критерии высокого искусства. Из всех творческих вузов только в ханты-мансийском филиале МГУКИ ставили балет. Репертуар студентов пополнялся ежегодно. Их выступления на одной сцене со звездами российского балета стали доброй традицией. Народный артист России организовывал знаковые для игры концерты фестивали. Фестиваль «Рыцарь танца представляет» собирал под своей крышей солистов ведущих российских театров, оперы и балета. Профессор Мунтагиров – лауреат премии «Пеликан» за педагогическую деятельность. Среди его выпускников – обладатели самых престижных премий и наград всероссийского международного уровня, в том числе национальной премии «Золотая маска». Вы видите кадры показательных выступлений первых выпускников ханты-мансийского филиала МГУКИ. Даже не верится, что 4,5 года назад некоторые из этих ребят не стояли на пуантах. Но у них были тот внутренний стержень и работоспособность, которые позволили заявить о себе в профессии. Стать педагогами, балетмейстерами, артистами, кардебалета и даже солистами. «Обожаю таких людей. Просто для меня они могут быть, знаете, с разным характером. Но вот эта преданность профессии, все, она подкупает, и я все могу просто. Я все могу просто. Если мы возьмем Мариинский театр, то весь кардебалет – это все девочки и мальчики, которые закончили с красным дипломом, у которых у всех отлично по специальности. И любой из них мог стать звездой, и премьером, и примой любого театра мира. Но так складывается, что все равно все начинают свой путь. И Ульяна Лопаткина, и Захара – все начинали с кардебалета. Потому что нужно понять это, это очень сложно танцевать в ансамбле. И говорить, допустим, как-то не очень уважительно, допустим, про тех, которые стоят в больших массовых танцах – это несправедливо и неправильно. Возьмем ансамбль Игоря Моисеева. Представляете, как это сложно добиться той синхронности. Возьмем «Березку», когда мы видим, что прямо одно лицо, одни движения. Настолько это впечатляет. Выше Арина, вот куда ты можешь. И аттитюд. Туда-туда. Вот. Держим! Вот только опускаем. Филиалом Гуки в Хантамансийске больше нет. Александр Монтагиров преподает в колледже-интернате Центра искусств для одаренных детей Севера. Ведь их, одаренных, меньше не стало. Хочется, конечно, чтобы больше хореографов было в нашем регионе, на Севере. У нас же очень много, вот видите, и поселков, и городов. И, конечно, нас радует, что везде работают наши ученики, выпускники наши, которые учились здесь и которые преданы этому краю. Потому что здесь дети безумно одаренные, способные. Я имею в виду физические. Здесь очень много способных детей. Вот куда не приезжаешь. Вот недавно мы были в Урай, в Дыши, и я зашел. Сколько детей можно профессионально учить, да? Но сейчас, видите, как сейчас география сужается в учебных заведениях. Почему? Потому что родители очень боятся отрывать своего ребенка от семьи, да? Раньше как-то все это было попроще. И вы знаете, что само слово «интернат», вот, например, люди очень боятся. Ну, как вы знаете, многие думают, что это тюрьма. И как-то вот такая ассоциация. И дети, и как-то и детей настраивают против этого. Ну, вы знаете, я сам вот 8 лет прожил в интернате. У меня дочь закончила хореографическое училище, прожила 8 лет. Сын, и, понимаете, вот мы все, мы все из интерната. И хочу сказать, что вот дети, которые прожили в интернате, это не обыкновенные дети. Они потрясающие вот. И людям, вот, которые проходят интернат, им в жизни гораздо легче. Гораздо легче. Длинная грудная клетка, длинная, девочки, как лебеди, легли, легли. Два, не руки, а крылья, крылья. Головушку спрятали. Юля, голову прям положи туда, вот так сложи. Крылышки. Крылья сильные, девочки, крылья сильные. Педагог, он должен уметь и, как всегда, быть с кнутом, и всегда с пряником. Тем более с ребенком. Нужно очень чувствовать вот детский организм. И, мне кажется, чаще нужно всегда ставить себя на место ребенка. Потому что это очень важно. Мне кажется, в наше время, мне почему-то кажется, что детям учиться гораздо труднее. Я вот очень всегда боюсь, всегда себя на этом ловлю, чтобы вот я, как педагог, не должен как-то вот, знаете, вот привить комплекс своему ученику. Вот не хочется, чтобы вот, знаете, какая-то неудача, и ты еще больше давишь и говоришь, как ты мог там сделать. Безусловно, педагог – это сложно, это не всегда приятно, потому что легче всего отвечать за себя. Вот когда ты, допустим, ты выходишь на сцену, и ты только за себя отвечаешь. Тебе уже на все, извините, меня наплевать. Ты знаешь, что ты должен дать качество, ты должен то-то, 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 и не подвести педагога, и то, и все. А тут ты готовил-готовил, и ты не знаешь вообще, что произойдет с твоим воспитанником. Вообще, что он может вообще отчудить на спектакле, да? И зачем ты живот поднял? Это у тебя не то, ты рахит, а у тебя должен быть живот вот здесь внизу. А потому что это, башка. Так нельзя вот это затягивать. Это что, это смешно смотрится, это неправильно. У тебя должно быть вот здесь завязано, вот так, на животе. Важно, что в Ханты-Мансийске по-прежнему есть свой балет. И каждый раз на сцене Центра искусств для даренных детей Севера происходит волшебство. Волшебство преображения. Бывает человек выходит на сцену, ой, бог просто, бог, невозможно оторвать глаз. И так же, как бывает, ну такая вот прям, ну никакая неказиста, не скажешь, ну ничего. Выходит, ну красотка просто. Ты вообще смотришь, такое лицо, вот как мы говорим, харизма, да. И все, окажется, вот ничего, ну невозможно оторваться. Так же вот даже в массе бывает, да, вы смотришь, ну думаешь, ну раз, раз на нее глаз падает. Ну обезьянка, ну что мне, ну невозможно глаз оторвать. Такая обезьянка, ну бесподобная вообще. Ну ой, с ума сойти можно. Вот такие дети, которые вот необыкновенные, такие харизматичные, потрясающие. Это очень важно для педагога. Вот открытия такие делать, таких детей вот растить. И сам радуешься. И у них такое озарение. Это очень, очень важно. Вы знаете, как мальчишки стоят и смотрят на урди. И каждый из себя представляет, что он вырастет, и он тоже выйдет базилием. У них уже такая конкуренция. Это здорово, когда ты такой маленький, у тебя уже есть такое мечтание. Обязательно о ней громко говорить. Но ты знаешь, что ты должен вот это вот добиться этого. Что вот так же, что я вот вырасту, и так же мне будут аплодировать зрители. Я буду так же делать технические какие-то вещи. Я буду так же на одну руку поднимать партнершу. И это быстро, быстро у них это все как-то, знаете, так, само собой. И есть результат. И получается, как бы, и наша работа ради этого стоит жить. Александр Монтагиров не просто приобщает своих учеников к великому искусству хореографии. Он считает, что педагог обязан трудоустроить своих воспитанников. Дать старт их профессиональному росту. Когда ты знаешь, во-первых, ситуацию в театре, знаешь репертуар, знаешь руководителей. Знаешь, что этому человеку будет хорошо в этом театре, допустим. Зачем я буду отправить в тот театр, который будет, ну, какой-то проблемный. Или потрясающий театр, но, допустим, этот человек не будет очень достоин этого театра. Безусловно, да. Я считаю, что должна быть обязательно тесная связь в плане трудоустройства педагога и учащегося, выпускника. И! Вниз! Наверх! Вниз! А это и еще одна миссия, которую выполняет Александр Монтагиров на югорской земле. Формирование профессионального зрителя. Ведь для того, чтобы правильно воспринимать искусство, нужен определенный круг знаний, особый душевный настрой и культура. В том числе и физическая. Если быть откровенными, то сегодня в нашем городе вообще нет профессионального зрителя. А почему? Потому что нет самодеятельности. Очень мало самодеятельных коллективов. Ведь возьмите большие города-миллионники. При любом ДК, при любом заводе существует огромное количество всевозможных всяких коллективов. И вы знаете, что это же потенциальный зритель, который ходит на все представления. Мы не только занимаемся у станка вот в этом балетном зале, мы очень много ведем всевозможных лекций. И на клубах любителей тропсихоры, и в гостях у балетной туфельки. Мы все показываем, рассказываем, даже говорим, как себя вести в театре должны, как нужно ребенка подготовить на эти просмотры. Это очень важно, потому что, понимаете, вот из этих мелочей складывается понятие города, понятие той интеллигенции, той прослойки, которая необходима. Вот Антонина, вот еще какая возможность есть. Раньше все мы говорили о красоте души, но сейчас такое время, 21 век, все хотят заниматься красотой тела. И это здорово, потому что все хотят выглядеть потрясающе. Я не говорю сейчас даже про летний сезон. В течение года хочется привести себя в порядок, ощущать свои мышцы, потому что многие ведь, поймите, очень мало двигаются сейчас. Очень многие работают практически весь рабочий день за компьютером. Вот у меня, например, вот потрясающий швей, который работает в театре МОД, у Елены Скакун, которые такие произведения творят, да. Но это, представляете, вот это ежедневно, это же невозможно. Я не знаю, что у них вот тут происходит с этим аппаратом. И когда сюда они приходят, и они когда видят результат, безусловно, они фанаты. Вы знаете, я получаю огромное удовольствие встречи с ними, потому что они дают какой-то необыкновенный заряд. Сели, выгибаем спинки. Говорят, есть люди, которые одной ногой стоят в югре, а другой на большой земле. Образ очень яркий и точный. Так вот, Александр Монтагиров, человек, который не побоялся изменить свою жизнь, приехал и стоит на югорской земле двумя ногами. Крепко стоит, даже когда на пуантах. Настоящий рыцарь танца, влюбленный в свою терпсихору. Пеликан, разрывающий сердце для своих учеников. И просто добрый человек. Вот я ложусь спать, засыпаю. Я всегда всем желаю, каждому человеку вообще на этой планете, я желаю всегда вот всего самого хорошего. Все, что можно, все, что я себе желаю, я желаю всем людям. Всем. И близким, и в том числе тем людям, которых я не знаю. Вот с этими словами я ложусь всегда спать. Если я не пожелаю, я не усну. Я всегда, это мое кредо, я всегда всем желаю добра и счастья. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok